Здравствуйте, меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в 84-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке очередной виджет «Анимация с текстом». Вот вы сейчас видите, это только один вид анимации, их там гораздо больше. Можно на любой ваш текст наложить анимацию. И при выделении текста мышкой можно задать, вот вы видите, специфический цвет, то есть специальный какой-то свой цвет при выделении. Причём выделяется не только фон, меняется цвет, вы видите, жёлтый, зелёный. А также цвет буквам можно поменять. Давайте перейдём в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. Итак, виджет перенесли на холст и давайте сразу посмотрим, как он выглядит по умолчанию. Вот мы видим текст, видим анимацию. При выделении у нас выделяется оранжевым, текст белый. Сейчас все эти цвета будем менять. Итак, я перенесу виджет на самый верх, чтобы больше показать вам настройчик. Первое поле «Message», «Текст», мы пишем любое наше предложение. Написали текст ниже цвет для этого текста. Я выбираю свой. Размер текста ниже. Можно указать, возьмём побольше. Следующая опция – это «Межстрочное расстояние». Если у нас будет длинное предложение из нескольких слов, дальше выравниваем текст, оставляем по центру, шрифт текста. Дальше, вот эти все опции. Это отвечает за тень. Вы уже эти настройки должны хорошо были изучить, поэтому вот именно в этом блоке я не останавливаюсь. Единственный цвет тени я выставлю чёрный. Дальше, вот эти опции. Это у нас как раз, когда мы выделяем текст мышкой. Вы видели, он был оранжевый. То есть, именно вот эта подложка, да. Я беру свой цвет. И при выделении текст у нас становится белым. Я оставляю, в принципе, белым. Дальше. Последние две опции – это огромный выбор анимации. Можете выбрать здесь. И что вот за нижняя опция, я хочу вам пояснить. Выбрали мы, например, эффект bounce. Это просто, видите, у нас буквы скачут вот в таком порядке. Последняя опция, она как бы… Вы здесь сейчас, правда, не видите. Здесь у нас четыре позиции. Вы тут без меня выберете. Это тот же самый эффект bounce. Только анимация будет немножко по-разному проигрывать. То есть, здесь эту опцию объяснить тяжело. Здесь надо просто выбирать и смотреть, как ведет себя анимация. Смотрим еще раз. Это в обратном порядке анимации проиграло. Понимаете, зачем вот эта нижняя нужна опция? В общем, для вас домашним заданием будет поиграться нижней опцией и выбрать для себя подходящую анимацию. На этом урок закончен. И увидимся с вами в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok